Хорошая заявка, но мимо ворот. Как ни удивительно, здесь это не страшно. На поле все-таки любители, как, впрочем, и на остальных площадках турнира. Одно дело на газоне, либо там в зале как-то легче, а тут еще песок забивается, ноги забиваются быстрее, и ты устаешь. Будем, как говорится, рвать, побеждать. Мы нацелены только на победу. Видно, что у них уровень чуть послабше, чем у нас. Поэтому такой счет уже 4-0. А вы послабление делаете? Нет. Спортивный энтузиазм берет верх лишь на поле, а идут сюда помогать. В 2017-м Лигу любительского спорта впервые организовала волейбольные игры среди компаний города в поддержку больных раком малышей. Взнос за участие перечисляли на счет онкоотделения. Сейчас турнир объединяет еще и футбол, и баскетбол. Весело, приятно отдохнуть, провести время. Ну и плюс команда сближает. Польза есть, усилий особо никаких не прилагаем. Для себя поиграем, то есть поможем. Кстати, уже второй год пациентов детей поддерживают дети-спортсмены. Юный Алтай-баскет играет сам против себя и терпеливо ждет соперников. В этой возрастной категории они единственные. А пока мальчишки подают пример даже своим родителям. Наши дети с удовольствием откликнулись и сейчас, и были, в общем-то, в этом году сами инициаторами участия в этом турнире. И своим участием мы хотели выразить поддержку и ребятам, и их родителям. Ребят, мы с вами. Это вот самое главное. И если что-то мы, вот какую-то можем оказать посильную помощь, мы всегда рады, мы всегда открыты. Мы пришли за папу поболеть. К третьему году турнир стал действительно семейным и объединяющим не только любителей спорта. По словам организаторов, взнос за участие – лишь часть помощи, которую собирают компании города. То, что у нас размещено на баннере логотипы, это далеко не весь перечень компаний, которые участвуют. То есть основные потоки, которые у нас идут, они не хотят афиш. Мы их передаем непосредственно в отделение и встречаемся в отделении с ребятами, с представителями фонда и передаем там. Какие молодцы? Вы там были? Мы были там, да, в том году. Ну, как, ребятишки большие молодцы. Вот я поражаюсь их стойкостью. В этот раз турнир собрал больше 35 тысяч рублей. Это будущие препараты или билеты в федеральные центры для малышей. На днях деньги передадут в детское онкоотделение. Так, общими силами уверены организаторы и, возможно, бороться за жизнь. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова